Эфир «Города-24» продолжает новости. Меня зовут Екатерина Борисова. Здравствуйте! Неудачная шутка стала причиной задержки самолета Иркутск-Чита-Благовещенск-Владивосток. Борт уже готовился к взлету, когда капитан объявил пассажирам, что ему поступили сведения о взрывном устройстве. Как стало известно, перед вылетом из Иркутска мужчина 1989 года рождения решил пошутить, что у него бомба. Всех пассажиров пришлось высадить для повторного досмотра. Шутника передали полиции. О других событиях расскажем сразу после короткого обзора выпуска. Ловись, должник большой и маленький. Амурские приставы устроили рыбалку на Благовещенских магистралях, чтобы выявить злостных неплательщиков штрафов. По семейному рецепту. Династия предпринимателей областной столицы рассказали мэру Олегу Имамееву, как благодаря родне построили бизнес по изготовлению полуфабрикатов. Мягкое боевое. Участники дальневосточного турнира по джиу-джитсу поделились с городским корреспондентом секретными тактиками против грозных и массивных соперников. С 1 апреля в России стартовал весенний призыв на срочную военную службу. В рамках кампании на нее отправят около 150 тысяч жителей страны в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее в Генштабе сообщили, призывников не отправят в зону проведения СВО. Срок их службы останется равным 12 месяцам. О других изменениях в жизни россиян и, в частности, амурчан расскажем в дайджесте. Размер социальной пенсии увеличит на 7,5%. Мера коснется больше 4 миллионов человек. К ним относятся военнослужащие, участники ВОВ, владельцы знаков отличия блокадных Ленинграда, Сталинграда, Стивостополя. Пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и их семьи, бывшие специалисты летно-испытательного состава, космонавты. Вступил в силу и закон о наливайках. Речь о точках круглосуточной продажи алкоголя, которые часто маскировались под общепит. Теперь региональные власти вправе запретить торговлю пивом и пивными напитками – сидром, медовухой, пуаре – при оказании услуг общественного питания, в том числе в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Послабления на усмотрение правительства регионов и муниципалитетов могут коснуться лишь баров, ресторанов, кафе и буфетов. В южных районах Преамурья запретили колесить по региональным трассам большегрузом с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Исключение – дорожная и сельхозтехника, транспорт, перевозящий важные грузы и пассажиров. Мера вынужденная, традиционно ее вводят для сохранения дорожного полотна, которая в период оттайки особенно уязвима и подвергается быстрому разрушению. Владельцев тяжелых авто призвали не игнорировать временные ограничения и предупредили – передвижение отслеживают стационарными и передвижными пунктами весового контроля. Дислокация мобильных контрольных постов меняется. За превышение тоннажности предусмотрен штраф от 250 до 400 тысяч рублей. Икрой осетровых и лососевых видов рыб пометят к качествам. Первый этап нововведения обязует производителей таких деликатесов зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров «Честный знак». Второй этап, запланированный с 1 мая 2024 года – поставлять икру с уже нанесенным на упаковку кодом и отправлять отчетность. Маркировка различных товаров вводится на территории страны для борьбы с нелегальным рынком. По оценке Росрыболовства, сегодня тиму избыть только красной икры превышает 4 миллиарда рублей. Последние дни марта, в свою очередь, доставили амурчанам немало хлопот и были богатыми на происшествия. Так, только 30 марта огнеборцы региона выезжали на тушение 10 бытовых пожаров, в одном из которых звено ГЗДС спасли жительницу Серышевского округа. Еще одно возгорание ликвидировали прямо на проезжей части пересечения Ленина-Театральной в Благовещенске. Там огнеборцы потушили воспламенившееся авто. Искра в нем вспыхнула после столкновения иномарки с фонарным столбом. Люди в ЧП не пострадали. Оперативники, ответственные за порядок на городских магистралях, в свою очередь, сообщили об обстоятельствах аварии, которая произошла в микрорайоне. На Игнатьевском шоссе в районе Василенко пьяный водитель иномарки сбил девушку, переходившую дорогу на зеленый. Пешеход получил травмы. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но полицейские задержали его около ВДНХ. Обстоятельствами всех ЧП займутся правоохранители. Другому водителю, который сбил подростка, сдавая задним ходом, удалось вскрыться. Происшествие случилось на улице Пролетарской. Сейчас с горя рулевого разыскивают сотрудники ГИБДД. О бдительности на дорогах юным благовещенцам напомнят в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!». С 1 по 12 апреля в образовательных учреждениях пройдут беседы и инструктажи по безопасности дорожного движения. Особое внимание уделят проблеме травматизма. По данным городского отдела ГИБДД, с начала года зарегистрировали 15 аварий с участием несовершеннолетних. Две из них произошли по вине юных амурчан, перебегавших дорогу в неположенном месте. Еще в трех нарушителями ПДД стали родители с маленькими пассажирами в авто. 18 миллионов рублей недоплатили в различные инстанции благовещенские нарушители. За два месяца 2024 года на злостных неплательщиков завели 30 тысяч исполнительных производств. Обнаружить их и заставить закрыть долги за дачи судебных приставов. Вместе с сотрудниками ГИБДД они провели рейд на городских улицах по поимке неплательщиков. Каким был улов, расскажем в сюжете. У вас есть, Алексей Сергеевич, неоплаченные задолженности в размере 332 тысячи 0,42 рубля 14 копеек. Первый улов и сразу крупный. Судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД на дороге в ожидании должника, как рыбаки на берегу. Удача улыбнулась сразу. Несколько сотен тысяч рублей не выплачены за моральный вред. Скажите, а как получилось, что вы не оплачили задолженность? Не хочу ничего говорить. Не ответите? Ответить по всем правилам придется перед законом. Должнику выпишут явку на прием к судебному приставу. Кроме того, если сумма обязательств превышает 10 тысяч рублей, как в этом случае, то его могут лишить средства передвижения прямо на месте поимки. Такие неприятности точно не грозят тем, кто следит за своими задолженностями. Да, я законопослушный гражданин, соблюдаю все правила дорожного движения. И если когда-то я ее нарушала, то всегда оплачиваю вовремя. Проверяю свои штрафы на сайте госуслуги ежедневно. Такой ответственностью могут похвастать не все амурчане. Количество исполнительных производств на начало текущего года на территории Благовещенска уже насчитывает более 86 тысяч. Так, в 2023 году случаев неуплаты стало на 2 тысячи больше, чем в 2022. Однако правоохранители отмечают, оплачивать штрафы люди тоже стали чаще. Общая сумма перечислений органам госавтоинспекции выросла на 2 миллиона рублей. Положительная динамика обеспечена в результате принятия мер принудительного характера в соответствии с нормами 229-го федерального закона об исполнительном производстве. В первую очередь это обращение взыскания на денежные средства должника, а также на доходы должника. В рамках 9 тысяч исполнительных производств направлены постановления для удержания на доходы должников. Если не оплаченных штрафов несколько, должнику закроют выезд из страны. Мера действенная – жертвовать отпуском ради нескольких тысяч рублей не хочется никому. Кстати, проверить себя на предмет задолженности может каждый с помощью портала госуслуги или на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов. Наталья Бораз, Дмитрий Тарасов, программа «Город». И к другим темам. В Благовещенске ищут подрядчика для строительства арт-кластера на месте заброшенных казарм. На реализацию проекта выделили почти миллиард рублей. Напомним, работа по созданию креативного кластера в Амурской столице ведется по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина с 14 ноября 2022 года. Согласно предварительному проекту, он будет состоять из двух трехэтажек и парковой зоны, где получится прогуляться и отдохнуть, предусмотрена и большая автостоянка. В зданиях планируют сделать современные офисные помещения, каворкинги, переговорные комнаты, дизайн и архитектурные студии, помещения для коммерции и ритейлов, в том числе маленьких локальных магазинов, многофункциональную трансформируемую площадку для проведения событий различного формата, точки питания. В планах разместить там же факультет дизайна АМГУ. Из федерального и областного бюджета на строительство масштабного креативного центра выделили 976,4 миллиона рублей. Заявки от строительных организаций примут до 15 апреля. Больше 13 тысяч благовещенцев проголосовали за сквер, который приведут в порядок в 2025 году. На первом месте неизменно остается территория на Калинино-Октябрьской. За второе место борются площадки в микрорайоне и в районе переулка Крестьянский. Напомним, рейтинговое голосование стартовало 15 марта. У благовещенцев пять вариантов. Зеленая зона на Калинино-Октябрьской, сквер на Мухино-Крестьянском, территория в районе Студенческой 32, локация на Амурской-Шимановского. Также сквер в районе Цева. Выразить свое мнение можно по ссылке, указанной на экране. Голосование продлится до конца апреля. Для того, чтобы сделать выбор, нужно иметь профиль на госуслугах. В прошлом году горожане выбрали для благоустройства территорию в районе Калинино-Ломоносова. Работы там начнутся с приходом тепла. Не ждут соответствующей погоды, сами излучают тепло благовещенские предприниматели, которые целыми семьями ведут успешный бизнес. В домашней атмосфере создают полуфабрикаты и реализуют их не только в торговых точках, но и в соцучреждениях при Амуре. В производственный цех, где разработали рецепт пельменей, ставших лучшими на всероссийском конкурсе качества, пригласили мэра Олега Мамеева, где рассказали градоначальнику, почему вместе легче справляться с любыми трудностями. В основном рецепты разработаны все мною. Вы их прямо разрабатываете или берете какие-то цены? Нет, я сама разрабатываю. Я закончила вооруженный институт в промышленности. Папа военный привез сюда. И вот я тетя родная. Да, у нас получается семейное предприятие. Мы акцент делаем, мы семейные. Да, вот именно мы с супругом. А, вы с супругой, да? Да, вроде как здорово. Семейный предприятие. У нас еще есть брат мой, это папа Лешин у нас работает водителем. Мама работает у нас в магазине, мы магазин открыли. Фантазия, опыт и преданность своему делу помогли благовещенке Любови Беломытцевой собрать вокруг себя не только всю семью, вместе с ними буквально за три года создать планету вкуса, приносящую доход. Сейчас изготавливают на производстве около 60 видов полуфабрикатов. Из них только пельмени и больше тонны за смену. Одни из которых стали золотыми на всероссийском уровне. Взяли медаль высшей пробы в конкурсе 100 лучших товаров России. И это не единственный драгоценный товар. Мы участвуем во всех конкурсах. У нас получается в 2022 году мы заняли первое место в России по перемене. Именно золотую медаль. В фермерской, да? Да, в фермерской. А мы по форме участвуем. Да, мы по форме участвуем. В прошлом году мы, получается, заняли тоже первое место в Пашницю, золотая медаль. Перед тем, как собирать вершки солидных конкурсов и фестивалей, вся семья проделала огромный путь с самых корешков. Отобрали ответственных поставщиков, амурских фермеров, у которых закупают разделанное мясо и другие ингредиенты будущих полуфабрикатов. Нашли подходящее помещение для цехов, с которыми сначала пришлось изрядно повозиться. Здесь был тоже пищевой продюсер? Да, здесь было три года убитый цех был такой, знаете, все оборудование убитое, все убитое. Ну, кто загорелся, давай, ну, давай. За три года мы уже достигли. Рыбка и кредиты у нас есть. Где-то кредиты мы делали с вами. Ну, вся семья поднадужилась. Как результат, большое количество договоров на поставку продукции не только среди благовещенских частных и бюджетных организаций, крупнейших предприятий региона, которые подают на тарелки своих сотрудников только качество. Продегустировать его предложили и мэру. Ребята, я чувствую себя вроде дегустатора, но, знаете, хочется взять это все, уйти и все, поесть. Раз такое чувство выходит, знаешь, организм сам расскажет, очень вкусно. Ваше предприятие, почему мы его посетили, да, понятно, что у нас в городе много предприятий, да, все их, наверное, в принципе невозможно найти. Мы стараемся посещать те предприятия, которые показывают пример. И самое главное, пример во всем. Не только вот в вашем чисто профессиональном поле. Здесь вы показываете пример и подтверждается он наградами. Пример качественной продукции, да. Вот вы сегодня рассказали, что сами рецепты изобретаете, сами готовите своей семьей. Это душевный еще семейный оттенок на продукции, мне кажется, тоже есть. Потому что, когда готовишь что-то с любовью, вкладываешь душу, сердце, получается однозначно, пусть на это сам лично убедился. Частичкой души эти благовещенские предприниматели делятся и с нуждающимися земляками, помогают приютам, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. При этом стремятся развиваться и делать больше, не только лично для себя, всего родного региона. Екатерина Борисова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Амурская авиабаза отметила 60-летие. Ее сотрудников с юбилеем поздравили первые лица города и области на торжественном концерте. История Амурской авиабазы началась в 1964 году. Сегодня в учреждении работают больше 400 человек. На балансе 4 вертолета и 11 самолетов. За 60 лет сотрудники авиабазы потушили миллионы гектаров леса, перевезли тонны грузов. Сегодня очень много говорилось о тех функциях, которые вы выполняете. Но на самом деле это очень тяжелая и ответственная работа. Я от всей души поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, чистого и мирного неба над головой. Спасибо вам за труд. Приветственный адрес от мэра Благовещенской Олега Имамеева получил начальник авиабазы Игорь Темнюк. Сотрудников учреждения наградили благодарностями от главы города за высокий профессионализм и отличные трудовые показатели. Владение навыками мягкого искусства продемонстрировали больше 500 спортсменов из разных уголков Дальнего Востока. В рамках открытого турнира по джиу-джитсу, посвященного памяти Станислава Ющенко, кандидата в мастера спорта, погибшего в зоне СВО. Участники от 4 лет и старше выступили в двух дисциплинах – Неваза и Ноуги. За победами и поражениями в их нелегком деле наблюдала наша съемочная группа. Болельщики на трибунах волнуются больше спортсменов. В последнем необходима полная сосредоточенность на процессе. В отличие от взрослых последователей джиу-джитсу, применяющих в своей практике серьезные болевые удушающие приемы и бросковую технику, дети борются за позиции. За выигрышные положения им начисляются баллы, формирующие их турнирные победы. У меня есть золотая, серебряная и бронзовая медаль. И мне очень нравится джиу-джитсу. Я на нее хожу год. Там бороются и учат новым приемом. И из-за этого спорта можно за себя постоять, когда тебя будет кто-то обижать. Благовещенец Глеб Соловищук в этом спорте второй год. Боевое искусство позволяет юному борцу развивать ловкость и тренировать силу. На этих соревнованиях он одержал победу в двух спаррингах. Не помешало даже то, что на татаме пришлось выйти против лучшего друга. Заезд быстро на спину, когда он на меня быстро побежал. Я захват сделал и я быстро на него вот так упал просто. И держал его крепко, чтобы он не выбрался. Меня научил приемы ведь Курбан Гошанович. А так я могу придумать любые приемы. Например, я уже придумал только один прием – хитрый жучок. Беру за эту ручку, а потом быстро беденгилась и на спину прыщает. Открытый турнир городов Дальнего Востока по джиу-джитсу собрал 504 участника из Амурской области, Якутии, Хабаровского, Забайкальского и Приморского краев. В дисциплинах наваза, борьба в партере в кимоно и ноу-ги без кимоно, свои навыки мягкого искусства, как дословно переводится джиу-джитсу с японского, показали спортсмены от 4 лет и старше. В данном разделе идет борьба в партере, основная допозиция. И человек с маленькой комплектацией может победить более высокого, более грозного оппонента, заняв хорошую преимущественную позицию, ну допустим, со стороны спины. Имеет значение знания, позиции и техник. Соответственно, у маленького человека с меньшей комплектацией появляется шанс победить. Как я объясняю детям, царь зверей, кто у нас? Лев. Но если льва бросить в море, там его средство кула. Второй год турнир проходит в память о погибшем в зоне СВО Станиславе Ющенко. Он был кандидатом в мастера спорта, неоднократно становился победителем и призером областных и всероссийских соревнований. Сегодня его спортивный путь продолжают другие юные приверженцы джиу-джитсу. Галина Мартынова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Благовещенские огнеборцы отложили рукава и схватили за ракетки. С ними поучаствовали в турнире по настольному теннису в зачет спартакиады главного управления МЧС по Амурской области. Соревнования провели в спортзале Амурской медакадемии. На них съехались больше 60 пожарных и спасателей при Амуре в составе 17 команд. Как отметил заместитель начальника регионального управления МЧС Александр Бауфал, такая высокая явка обусловлена тем, что практически в каждой пожарно-спасательной части области есть теннисные столы, где сотрудники могут не только потренироваться, но и снять стресс на работе. На турнире же всех заявившихся спортсменов разделили на две категории – профи и любители. Соревнования проходили по круговой системе. Каждый участник смог встретиться со всеми спортсменами других сборных. Командные игры состояли из трех партий, личный бой – из двух. Поединки длились до 11 набранных очков. Итогом напряженного турнира стала победа огнеборцев спецчасти Благовещенска. Серебро взяли сотрудники сборной главного управления регионального МЧС. Замкнули тройку победителей – теннисисты из частной компании «Газпром» «Газобезопасность» «Свободного». Две золотых и три бронзовых награды завоевали амурские боксеры на первенстве ДФО. За пять дней боев свое мастерство на ринге продемонстрировали 167 участников 13 и 14 лет, прибывших в столицу Преамурья из 11 регионов Дальнего Востока. Сборную Амурской области представляли 16 спортсменов из Благовещенска, Свободного, Белогорска и Новобурейского. Победители соревнований выступят на первенстве России. Это были все новости на сегодня. Больше тем освещаем на tvgorod.rf и в наших социальных сетях. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин